Здравствуйте, меня зовут Евгений Юртаев. В этом видео установим Windows 11 22H2 на компьютер, который соответствует системным требованиям 11 версии. Это будет чистая установка. Чистая установка позволяет работать в Windows максимально быстро, насколько позволяет железо ПК или ноутбука. Используем утилиту Media Creation Tool. Этот способ рекомендован Microsoft. Кроме того, понадобится обычная флешка объемом 8 гигабайт или больше. Сейчас на этом компьютере установлен Windows 10. У вас может быть и другая версия Windows. Инструкция будет работать. Главное, чтобы компьютер удовлетворял системным требованиям Windows 11. Чтобы начать, скачаю утилиту Media Creation Tool. В описании видео я оставил ссылку. Под номером 1. Открылся сайт Microsoft. Здесь есть несколько кнопок. Мне нужно вот это. Создание установочного носителя в Windows 11. Нажимаю. Файл скачался. Файл скачался. В проводнике хочу обратить внимание на то, что у меня только один раздел, который обычно называют диск С. Далее при установке буду учитывать это. Открываю загрузки. Скачался файл под названием Media Creation Tool. Запускаю. Принимаю лицензию. В окне выбора языка выпуска. Видно язык системы и выпуск. Если у вас отображается нужный вам язык, то можно нажимать Далее. Если нужно изменить язык, то придется снять галочку. После чего можно выбрать из списка нужный язык. Я устанавливаю на русском. Жму Далее. В окне Выберите носитель есть две опции. Нижний вариант это загрузка ISO образа на жесткий диск. Далее можно будет использовать этот ISO, например, для создания флешки с помощью сторонней утилиты. Я создаю флешку прямо сейчас, поэтому оставляю в выбранном верхний вариант. В этом случае флешку запишет Media Creation Tool. Здесь установщик напоминает, что флешка должна быть не менее 8 гигабайт. Подключаю флешку. Она определилась под буквой E. Наверняка вы знаете, но я напомню. Если на вашей флешке хранится что-то нужное, сохраните это за пределами компьютера. Все файлы и папки с флешки будут удалены. Если в этот момент у вас подключены другие флешки или внешние диски, рекомендую отключить. Нажимаю Далее. Здесь видно букву носителя, другими словами флешки, на которую будет записан образ. Это буква моей флешки. Снова Далее. Начался процесс скачивания образа и создания флешки. Окно можно свернуть и заняться другими делами. Если пользователь не уверен, подходит ли компьютер по системным требованиям, можно скачать специальную утилиту от Microsoft. Можно не качать утилиту. Когда юзер начнет установку, установщик Windows проверит железо. Если оно не подходит, появится сообщение об ошибке. Важный момент. При чистой установке раздел со старой Windows будет удален. Соответственно будут удалены все файлы, настройки, пароли пользователя, драйвера. Прежде чем приступать к установке, проверьте и сохраните нужные вам файлы, пароли, закладки и другую информацию, которая потребуется вам для работы в новой операционной системе. Под этим видео вы найдете ссылки на ролики, которые могут быть вам полезны. Если у вас скрыто расширение файлов, нужно их показать. В десятке можно сделать это так. Открываю в меню Вид. Здесь должна быть галочка. В одиннадцатой можно сделать так. В окне Проводника жму Посмотреть. Навожу на Показать. Галочка должна стоять здесь. Еще момент. Если вам нужно установить именно ПРО версию одиннадцатой винды, а не домашнюю, лучше подстраховаться. Я быстро создам файл конфигурации, который заставит установщик показать мне при установке окно выбора редакции Windows 11. Для создания файла конфигурации открою блокнот. Здесь введу вот такой текст. Теперь важно правильно сохранить файл. Нажимаю Файл. Сохранить как. Сохраню файл на рабочий стол. Выбираю его в области навигации. Проверяю, чтобы кодировка файла была UTF-8. В поле Тип файла нужно выбрать все файлы. Ввожу имя файла. Именно так. ii.cfg. Без ошибок. Жму Сохранить. Файл появился на рабочем столе. Закрываю блокнот. Я создал файл конфигурации. Это необязательно. Но если не положить его на флешку, то вместо Pro может быть установлена домашняя версия. Подробнее о создании файла я рассказывал в этом видео. Флешка готова. Можно открыть ее, нажав сюда. Если вы создали файл конфигурации, то нужно скопировать его и вставить внутрь папки sources. Открываю папку. Копирую файл. Вставляю через меню. Посмотрим, правильно ли я сохранил файл. Вот он. Да, все верно. Название должно быть именно таким. В колонке Тип должно быть написано примерно так. Файл cfg. Никаких текстовых расширений быть не должно. Если все нужное сохранено, можно перейти к установке. Для этого нужно загрузиться с флешки. Я буду использовать бут-меню. Чтобы вызвать бут-меню на этом ПК, нужно нажать клавишу F9 при загрузке или перезагрузке. Я включаю перезагрузку. Начинаю клацать по F9. Появилось бут-меню. Здесь нужно найти флешку, которую я только что создал. У меня флешку сделал Silicon Power. Найти не сложно. Вот она. Если у вас, как и у меня, две строки с названием флешки, выбирайте тот, что помечен у EFI. Я выбрал. Нажимаю Enter. В этом окне нажимаю Далее. Здесь Установить. Появилось то самое окно Выбора Редакции. Я выбираю Про. В этом окне нужно принять лицензию. Далее. Я делаю чистую установку. В этом случае нужно выбрать нижний вариант. Выборочная. Только установка Windows для опытных пользователей. Я показывал, что у меня в проводнике только один раздел. Диск C. Вот он. На этом разделе у меня установлена еще одна операционная система. Я хочу полностью очистить диск, удалить все разделы и установить только Windows 11. Удаляю разделы один за другим. Готово. На диске осталось не занятое пространство, на него и установлю Windows. Просто нажимаю Далее. Начался первый этап установки. При первой перезагрузке можно отключить флешку. Она больше не нужна. Если страна определилась неверно, здесь можно найти свою страну в списке и выбрать. Нажимаю Да. Я оставляю русскую раскладку. При желании можно выбрать другую. Вторую раскладку можно добавить позднее. Жму пропустить. Здесь можно дать имя компьютеру, но это не обязательно. Далее. Я настраиваю компьютер для личного использования. Похоже, что теперь и Pro-версию Microsoft хочет устанавливать только со своей учетной записью. Нажимаю Войти. Если вы обычно используете такую учетную запись, то вводите логин и пароль от нее. Я хочу установить с обычной локальной учетной записью. Попробую воспользоваться обходным путем. Для этого нужно отключить кабель интернета от компьютера. Теперь запускаю командную строку. Для этого нажимаю Shift и F10 одновременно. Ввожу вот такую команду. Нажимаю Enter. Компьютер перезагружается. Теперь снова прохожу этот квест. Появилось окно. Давайте подключим вас к сети. Здесь нажимаю кнопку У меня нет интернета. Здесь нажимаю Продолжить ограниченную установку. Теперь можно придумать и ввести имя локального пользователя. Пароль можно создать после настройки. В этом окне Параметров конфиденциальности сегодня принято отключить все тумблеры. Так и сделаю. Еще чуть-чуть. Готово. Windows 1122H2 установлен начисто на этот компьютер. Теперь можно подключить обратно кабель интернета. Или настроить подключение Wi-Fi. Проверю версию. Ввожу команду WinVer. Все верно. Windows 1122H2 Pro установлен. Цель этого видео достигнута. Подпишитесь на мои VIP каналы на Boosty и Patreon. Там вы будете смотреть видео раньше остальных. Кроме того, там есть эксклюзивные видео, которые я не выкладываю на YouTube. Видео добавляю регулярно. Подписка очень недорогая. По ссылке номер 0 в описании видео. Если не понравится, отписаться сможете в любой момент. Очень благодарен тем зрителям, которые уже подписаны на VIP каналы. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Если видео было полезно, поставьте ваш мощный лайк. Возможно, видео будет полезно вашим друзьям, близким. Поделитесь с ними, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, если еще не успели. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. Скоро увидимся.